Позднее возвращение в нашу деревню Эль Циркадо в окрестностях Пуэрто-де-Маган и мягкая посадка. Начинаем поездку по горной местности. С учетом того, что пилот этого болида более десятилетний пользовался механической коробкой и в полном отсутствии опыта езды в горах поездка вызывает изрядное беспокойство. Забавно, что изначально я бронировал крошечный смарт, дескать легче с парковкой. Когда я поделился информацией о машине и поездке с более опытным в этом деле товарищем, он успокоил меня, дескать, да ты попал. Машину в прокате мне внезапно заменили на Форд К+, но с Фордами я знаком хорошо и не расстроился. Машинка довольно приятная, как потом я выяснил, на рынках Индии и Южной Америки он называется ФИГО, так к слову. Все с ним было нормально, хотя двигатель всего 70 лошадиных сил, поэтому длительный подъем давался с трудом, особенно с включенным кондиционером. Впереди по курсу интересное природное явление. Ла Фуэнта де лас Асулехус. Названы так в честь голубых изразцов, которые часто украшают португальские дома. Здесь окисление придало скалам голубовато-зеленоватый оттенок. Удивительное и необычное зрелище. Небольшая остановка для фото и отдыха. Пилоты штурман несколько неуверенные в себе постепенно приходят в норму. Вообще наша цель Ла Оледа де Сан Николас. Небольшой город, расположенный в долине на западном побережье острова Гранд-Канария. Город известен тем, что здесь выращивают самые разнообразные фрукты, включая бананы, манго, авокадо и папайо. Окрестности города буквально усеяны плантациями фруктовых деревьев. Сам по себе городок Сан Николас небольшой и сонный. Мало что может предложить туристам с точки зрения исторического и архитектурного наследия. Пожалуй, лишь здание главной приходской церкви, построенное в 1972 году на месте часовни 18 века, заслушивают внимание своими скульптурами, работали работами Лухана Переса. Также в центре города можно посетить так называемый живой музей, познакомиться с традиционной канарской культурой, принять участие в изготовлении сыра или в пекании хлеба, доении коз и дегустации различных народных блюд. Для информации потенциальных туристов, еще одной природной достовременчательностью Сан Николаса является парк кактусов, в котором можно увидеть разнообразные виды этих колючих растений мексиканские, мадокастарские, гватемальские, боливийские. Там же есть пещера, гуанчи и традиционный ресторан с типичными блюдами канарской кухни. А еще неподалеку от Сан Николаса находится археологическая зона Лас Кассенерос. Многие из найденных здесь артефактов сегодня хранятся в Канарском музее Лас Пальмас. Среди них большая коллекция видолов, сделанная из глины и камня. От города до пляжа Плая до Сан Николас порядка пяти километров. Входим на пляж. Здесь, кстати, довольно прохладно по сравнению с южными курортами. Довольно много автобусов с туристами выгружаются на обед. Целая вереница автобусов и вереница ресторанов встречают друг друга. Ставим себе виртуальный зачет в книжку путешественника и выдвигаемся в обратный путь.